Итак, куда мы приехали? В самое дешевое место. Это в действительности самое дешевое место. Здесь самые дешевые цены на мясо, самые дешевые в городе и самые дешевые, естественно, в России. Потому что тоже самое открылось и в Самаре. Вообще, мне очень нравятся два города, изумительные. Самара классный город, я бы туда переехал, а Магнитогорск третий город, в котором мне бы хотелось жить. То есть у нас замечательный город, у нас все хорошо. И перед тем, как я вам в очередной раз расскажу, почему они самые дешевые цены, я просто объясню. Я так же, как и вы, занимаюсь интернетом. Да, естественно, никаких проблем не возникает. И сегодня я решил посмотреть, какие у нас самые большие свинюшки. Это для того, чтобы кто-то может сказать, что здесь какие-то генетически подрочные свиньи. Да нет, конечно. К слову о том, какие у нас есть свиньи. Ох, вообще обалденные. То есть, есть такая порода, латвийская порода, она очень хорошая порода. У нее прекрасное, у нее очень хорошее сало и само мясо. Так вот, эта порода, вес этой породы, это практически 650 килограмм. Обыкновенная российская порода. Почему раньше? Вы вспомните, что было раньше. То есть, в свое время Урал гудел. Гудел на всю страну, потому что мы готовы были всем показать. Поголовье овец у нас было большое, поголовье свиноматок было большое, поголовье коров было большое. Но тут маленький нюанс возникает. То есть, если вы настоящий уральский фермер, вы же должны понять, что не поголовьем все едино. Понимаете, о чем речь идет? Просто можно было маленьких-маленьких свиноматочек сделать, большое количество и получить за это деньги. А можно было одну хорошую свинюшку сделать, которой будет четыре. Понятно? То есть, вот о чем мы говорим. Сегодня и сейчас, да, россияне, в смысле жители страны России, могут ездить везде и всю. Ну и смотри, к слову о том, какие свинки есть. Так вот, самый большой поросенок, 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 не порощас, так в Китае он был 900 килограмм. Самая большая свинья 3300 килограмм. То есть, понятно, да, что, в принципе, когда вы говорите о свинушках, вам надо понять, что вы берете. Поэтому здесь берут качеством и количеством. И поэтому мы говорим, что свиньи это очень хорошо. Тем более, ну, свиньи это тоже наша часть. Потому что все-таки мы, так скажем, влекопитающие. К сожалению, я ем еще и мяско. А мяско у нас стало вкусным и с нормальной ценой. Я теперь объясню. Ваш бред о мясе для шашлыка. За 400 рублей за килограмм. Ну, во-первых, мясо все берут по цене 145 и не более. Мясо для вашего шашлыка маринуется, сейчас внимание, из всех частей тельца свининки, а не шеи и скарба. Теперь дальше. Сало для пельменей. Теперь развод по-другому. Мясо там вы берете вместе с салом, вместе с кожицей, вместе с ребрами. То есть, если все это убрать, то, ну, может быть, получается 300, а не 400, естественно, за килограмм. Пункт другой. А кому это надо? Проще сделать свое и продавать. Разделывай. И хватит. И на всех. Почему я этим не занимаюсь? Ну, благодаря кризису я ем только то, что приготовил дома. Цена вопроса. К сожалению, у меня не фермерское хозяйство. А если бы я был еще и фермером, то крупы разные и в перемолку, и получается комбикорм. Вот в чем прелесть фермерства. Кстати, прелесть фермерства продается здесь, на проспекте Ленина, 91. Будет прикольно. Вот я вам сейчас расскажу. Вы зашли в любой торговый центр. Их много у нас в городе. Везде мясом торгуют. Мясом везде торгуют. Вы говорите, я хочу вырезку. Ну, конечно, не такую вам выдадут. Но скажут, что это вырезка. Так вот, господа, это не вырезка. Это карбонат. Какое здесь мясо. Помните, я вначале все это говорил, что свинины немножко разные бывают. И никаких проблем не возникает. Так вот, вырезка, это вот эта штучка. Вот она, штучка. Это не карбонат. Вырезка располагается со внутренней части. Я, естественно, беру. Я люблю вырезку. Просто обожаю из нее такое мясо. Но из этой вырезки будет мясо еще вкуснее. Цена на эту вырезку. Сейчас посмотрю. А, это... Стоп, у вас там нигде ничего не говорялись. Эта вырезка здесь стоит 230 рублей. Вот так вот. К слову о том, что в принципе мы можем есть и ребрышки. Посмотрите, какие здесь ребрышки. Вот это ребрышки. Так вот, из этих ребрышек, из таких ребрышек, такой же шашлык получается. Представляете, едите шашлычок на замечательных ребрышках. Потом еще их объедаете. Цена этих ребрышек здесь 155 рублей. Найдете себе что-то вкусное? Нет. К слову о том, что в следующий раз я из вот этого... Смотрите, вот такая хорошая свинина. Ну, наконец-таки у нас научились. Изготавливаю то, что должно было быть. Все это можно купить здесь. А то хлопотно будет нашим типа рынком перебивать такие цены. И мало того, хлопотнее будет вам впаривать залежалый товар. А здесь радость и покупательская тоже. Здесь, на проспекте Ленина, 91. Как вам здесь цены? Скажите, пожалуйста. Ну, нормальные, более-менее подходящие. То есть нет смысла никуда идти, да? Нет, конечно, только сюда. Только сюда. Я вот прекрасно понимаю, что цены как-то здесь совершенно небольшие, правильно? Цены, да, очень, очень, как бы... Вообще самые дешевые цены в городе, я думаю. Давай определимся. Вот, допустим, мы что едим? Мы едим с тобой шашлычок, да? Да, да. Реально едим шашлычок, да? Вот перед вами замечательные ребра на шашлык. И цена 155 рублей килограмм. Дешевле просто не бывает, я думаю, что это вообще цена самая... Самая дешевая, правильно. Самая дешевая, самая дешевая. Во-первых, мясо очень вкусное. Вкусное, оно прям сладкое такое. Оно не то, что бывает какая-то промка там плохая, ну, что-то. А оно прям, ну, вкусное мясо прям. Сладкое, вкусное мясо. Да, еще и сейчас я просто объясню слово промзабой. Так вот, слово промзабой, это не для этого мяса. Потому что когда-то в свое время Урал ценился. У нас были поголовья свиней сверхбольшие. У нас были поголовья овец тоже сверхбольшие. Но это были поголовья. Тогда же никто не понимал, что проще взять хорошее, качественное и большое мясо. И тогда одна свинина заменяла четырех. Вот сейчас это возможно же? Конечно. И мы говорим, что никакого промзабой нет. Это хорошее, замечательное мясо. Вкусное мясо, да, натуральное мясо. Это не промзабой, это хорошее мясо. Насколько дорого? Ну, по сравнению с другими магазинами, мне кажется, цена адекватная, дешевле, чем в других магазинах. То есть мы говорим, что в принципе, почему бы брать не здесь мясо, да? Ну, в принципе, да. Даже если как бы и живешь в других регионах, в других районах, хотел сказать, то можно. Легко. Легко. Вы за мяском сюда пришли? Да. Вы долго-долго выбирали? Да. Нашли то, что должно быть? Да. А цены? Очень даже приемлемые. Можно говорить о том, что здесь можно брать мясо? Да, да. Учитель в Карталах находитесь? Да, у меня здесь живет дочь. Вот я приехала. Она меня попросила, забеги вам, посмотри цены, как ты ориентируешься. Я вот приятно удивлена. То есть можно говорить, что цены-то практически то же самое? Даже невзирая на то, что вы приехали в город? Конечно, конечно. Вот эти цены. Посмотрите, какое великолепное мясо, во-первых. Во-вторых, вот эти цены, это не рыночные цены. Не рыночные? Не рыночные. Это фермерские, вот по-настоящему. Здесь никаких сверхдобавок я не вижу. Замечательные цены. Спасибо большое. Еще разочек. Вот про шеечку, да? Учейка даже 230. Это дешево. Это дешево. 250 это у нас на рынке колхозном. Это у вас? В Карталах? В Карталах? Ну, у нас на рынке, конечно, 200-250. Вот такая цена. А там вот, посмотрите, можно хоть шашлычок, хоть что из этого мяска сделать. Замечательные цены. Вообще магазин хороший. Продавцы-то какие. Ну, а как вы хотите. По сути, они в мыле, но и счастье-то есть. Мыл-то понятно откуда. Вы покупаете мясо. А удовольствие от проданного. В очередной раз напомним. Проще продавать дешевле и многое, чем скорпеть над дивом дивным по космической цене. И, по сути, ценники здесь самые низкие не только в Магнитогорске. Где здесь? На Ленина 91. Вернувшись к тому, что здесь производится. То есть здесь вы также можете купить замечательные колбасные изделия. Сделанные уральским фергером. Представляете, уральский фергер. Это расстояние где-то рядышком от Магнитогорска, но не в Магнитогорске, естественно. То есть, грубо говоря, 150 километров. И вот там вы получаете изумительный результат. Я тут недавно кое-куда съездил, да? А по дороге, ну, знаете, похуже. Сильно-сильно-сильно-сильно-сильно хотелось, да? Я не хотел бы есть шашлык. Представляете, ну, неизвестно, какой шашлык. Где-то по трассе, да? Я приехал сюда, естественно. Я приехал сюда и я купил здесь мясо. К слову о том, какое мясо я здесь купил. Я здесь купил ребрышки. Ну, в смысле, не ребрышки. Это была грудиночка. А теперь думайте, какая грудинка здесь и сколько она стоила. Так, в тот момент, когда я купил здесь грудинку, она здесь стоила 150 рублей. Нормально, отличная цена. Затем я себе купил нормальной, замечательной, вкусной колбасы. Я купил себе краклоскую колбасу. Я ее кушал, это было очень вкусно. Теперь вопрос. Я пытаюсь в других местах купить себе колбасу и сосиски в том числе. Недавно зашел в один из торговых центров, рядышком, но в вокзале располагается. Решил купить сосиски себе. 20 минут я искал сосиски, чтобы они были сделаны из свинины, из говядины, чтобы там не было курицы. Хотя курица мне тоже нравится, потому что я куриные сосиски ел на Кубе. Реально изумительного результата. Я не смог найти 20 минут, а одни сосиски всего лишь нашел. То же самое в следующий раз я пошел за колбаской, тоже там дискаунтом. 20 минут мы искали, чтобы была хорошая колбаса. Одна была из огромного ряда. Здесь же все замечательно. И это вкуснейшая колбаска, как и то, что готовится по-другому. То есть вы здесь можете купить и пельмени, и все остальное. Сделано из исключительного мяса. Я, конечно, может и тупой. Простите, я не тупой. Просто пересчет. 200 грамм мяса в шашлыке. Это 250 рублей. Тупо перемножаем и получаем. Сейчас поймете, о чем речет. Практически 1300 за килограмм. Так, фигня, ценники в 5 раз выше. Это даже не 100%, это 500. И не скурите шашлычные дворики. Я беру качественный продукт. Продукт великолепного качества. За 265 рублей за килограмм. Я беру замечательную колбаску, полукопченую. Да, здесь есть прибыль. Но удовольствие мое. И грудиночка. То есть за 300 рублей я кушаю 2 дня. И не один раз. И как-то криво. Нет, ребята. Я место знаю. И думаю, что это для вас. Проспект Ленина, 91. Я вам практически все сегодня объяснил. То есть с самого начала мы объяснили, какие свиньи здесь есть. Потом мы вам объяснили, из чего мясо сделано. Чтобы вас по ушам не проезжали. Дальше мы вам объяснили, какая здесь изумительная колбаса, которую я и вкушаю. А теперь и в оконцовке я все-таки вернусь. И скажу вам, где самые дешевые и самые правильные цены на то, что мы делаем. Это, естественно, Ленина, 91. Замечательный центр. Уральское мясо. Уральский фирм. Простите.